Добрый вечер, друзья! Продолжаем сегодня чтение книги «Богослужение», введение в книгу, к читателю, для кого эта книга. И в прошлый раз мы закончили на том, что яркие, глубокие религиозные впечатления детских лет остаются в душе нормального человека, складываются в надёжную основу здоровой личности и здоровой нации. Хорошо это или плохо? Ну, конечно, хорошо, но не о том речь. Речь-то о том, что сегодня этого нет. А если мы закапризничаем и откажемся смотреть правду в глаза, если будем прямо сидеть у разбитого корыта своих воспоминаний и фантазий, то сгубим и себя, и детей. И в конце концов станем добычей какого-нибудь гиперзвукового беспилотника, разделяющейся ядерной болеголовкой. Перспектива более-менее ясна. А что же есть на самом деле? Вместо малого ребёнка с чистой страницей детской души и с перспективой многолетней духовной практики, кому открывает сегодня дверь православный храм? Кто ищет здесь помощи в своих душевных невзгодах и тревогах? Кто ищет опоры в деле национального возрождения? Кто? Это вы! Взрослые люди с изрядным жизненным опытом, широким кругозором и с ещё более широкой сферой интересов, нагруженные множеством трудных жизненных задач и обязанностей и с полной невозможностью посвятить долгие годы плавному и неспешному врастанию в христианскую веру. Не от хорошей жизни, но по острой необходимости вынуждены вы, мы, резко ускорить своё вхождение в церковь, словно молодые офицеры военного времени в науку побеждаться. И военное сравнение здесь далеко не случайно, как известно всем, кто хоть немного знаком со священным писанием. Именно вас, наших современников и сограждан, входящих или желающих войти в православный храм, приветствует на пороге эта небольшая книга. Приветствует и ведёт дальше, на восток, от дверей в середину храма, туда, где идёт богослужение, в царские врата Молтаря, где совершается великое таинство в Харистии, чтобы храм поскорее стал для вас родным домом, а вы его законными, внимательными и заботливыми хозяевами. Доброго ночи, дорогие друзья! Продолжим чтение в следующий раз.